Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Здравствуйте! В эфире программа телеканала Самара ГИС «Право на маму». Скажите, пожалуйста, а вы верите в сказки с принцессами, со вмигорынычами, с волшебниками? Ну, взрослые, конечно, нет, а вот дети верят, иногда просто не сознаются в этом. А бывает так, что сказка становится былью. Сомневаетесь? Тогда смотрите и слушайте. Жила Булян, мама. И у нее были два сыночка. Один старший, но он уже жил в другом городе. Один тоже старший, но не такой старший. Но мама чувствовала, что еще кого-то не хватает, доченька. Она молилась, молилась Богу. Бог так подумает, что мама, женщина хорошая, вот я ей помог. Отправили к этой маме Аиста. Аист полетел в 36-е царство. Там была маленькая-маленькая доченька. Мамы туда же поехали, забирая свою доченьку. Потом еще полетели Аисты за другой доченькой, за старшенькой. Он, мамы уже туда поехали и туда очень пожирали. И стали лежать, пожирать, доченькой. Вот такая сказка быль. И начиналась она, конечно же, с волшебницы. С мамой Марты. Если честно, я всегда хотела дочку. Но как-то так вот получилось, что мальчишки родились. Старший сын, он уже совсем взрослый. Он учится в Москве, живет от нас отдельно. Вот недавно защитил диплом на пять. Моя гордость. Средний Эрнест, уже тоже взрослый, достаточно самостоятельный молодой человек. Я вот начала задумываться о том, что ну все-таки жизнь же ведь идет и хочется дочку. И я не знаю, как-то она, какую-то я передачу даже смотрела, да, про деток. Про деток, которые остались одни, без родителей. И вот меня как мысль, как стрелой какой-то пронзила то, что, а почему нет-то? Ну зачем мне обязательно, что ли, рожать самой? Потому что столько детей, которые уже есть, да, они уже есть. Им нужны мамы. Я прислушивалась к себе, поняла, что я смогу, я хочу, я смогу. У меня есть в моем сердце место. Мы разговаривали с Мартой и Женей, а в это время с малышкой Аней занимался главный мамин помощник, сын Эрнест. Но долго Анечка сидеть на одном месте без мамы не готова. Да и Марта спокойна, когда младшая дочка рядом с ней. Анютка, да, она совсем маленькая. И получилась такая история, что с того момента, как я начала собирать документы, вот, ну вот прям самый первый шаг, да, и Анюта появилась ровно через 9 месяцев с того момента. То есть это вот абсолютно без привлечения, да, у меня даже аж пурашки. И мне кажется, что у меня даже вот, ну вот я ее родила. Ну, правда, вот ей уже было, да, там, 2 годика. Глядя на Анютку, слушая ее голосок, видя, с каким удовольствием она общается с мамой, трудно представить, что Анечка совсем не умела говорить, что Марта в первое время проплакала, видя и чувствуя, сколько боли и страхов скопилось в маленьком сердечке девочки. Но мама отогрела в заботе и любви свою кроху и теперь радуется вместе с дочками. Ты помнишь, как ты пришла сюда? Жень, помнишь? Дочь? Да. А расскажи. И, наверное, может, первую встречу, наверное, у нее она запомнилась, когда я приехала, или когда мы с ней увиделись, когда я к ней приехала первый раз в гости. Ты когда маму уйдала? Или когда, как ты хочешь. Какая она была? Красивая. Как, наверное, фея из сказки, да? Она что-то привезла тебе в подарок или что? Да. А что? Куклу. И с этой куклой ты и сюда приехала? Да. А как ты куклу назвала? Ксюша. Марта, а вы, когда увидели Женю, как вы поняли, что это ваша девочка? Ваша же. Ой, нет, это однозначно моя, потому что... Да это все. Вот ее голос для меня, когда она заговорила, вот просто... Ее голос – это для моих ушей песня. Так что подрастают в семье две девочки, будущие барышни, и мама Марта всегда рядом с ними. Как же увлекательно мастерить вместе украшения, а потом и примерять их. А еще, как настоящие зрители, они аплодируют своему брату, который так здорово умеет танцевать. Эрнест перешел в пятый класс. Хорошо учится. Интересы, как у большинства мальчишек. Но он понимает, что сейчас на нем большая ответственность. Он старший брат для двух сестренок. А это, согласитесь, дано не каждому мальчишке в его возрасте. Вначале, когда я зашел, у меня были гигантские волнения. Когда я зашел, я перед дверью стоял и понимал то, что... Я, во-первых, в школе очень сильно радовалась. Когда пришел домой, перед дверью стоял, я очень сильно переживал и понимал то, что, когда я зайду, начнется новая жизнь. То есть ты понимал? Да. И когда я зашел, я увидел ее. И сразу понял то, что моя сестра. Потом еще одна сестренка появилась. Как это? Это нормально все было. Я, когда впервые уйдала на гостерном режиме ее, я сразу маме сказала то, что все, мама, наша, бери. Наша, моя сестра, все. Можно вашу семью назвать счастливой семьей? Нашу семью можно назвать самой счастливой, потому что все радуются. Конечно, есть... Ну, мы... Конечно, мама устает сильно, я иногда устаю, но все равно мы ни капельки не жалеем. И все счастливы. И я счастлива, потому что у меня есть две сестры такие. В наше время, отведенное на съемки, подходило к концу. Но вот уходить нам из такой семьи, честно скажу, не хотелось. И не потому, что был накрыт стол с угощениями, нет. Хотелось подольше побыть в этой семье, где есть самое главное – любовь, доброта, умение дарить свое сердце другим. Марта, у есть мысли о том, какое у них будущее будет? Или все-таки вот сегодняшний день – это главное, какие они сейчас? Конечно, главное, какие они сейчас. Но это и будет наше будущее, да? То есть отогреть – моя задача. Дать все, что я могу дать. Скажем так, ну вот я так ощущаю, что не нужно требовать многого. Но потихонечку, маленькими шажками, это многое придет. Я искренне в это верю, я вижу. Потому что каждый день, каждый день, что Анютка, что Женя. У нас, ну это видно, это заметно, что Анечка, да, когда забрала, она практически не говорила. Сейчас это болтушка, веселушка, хохотушка. Безусловно, это вложен труд, это вложено терпение и много любви. Самое главное, когда смотришь на них, смотришь на детей, когда я смотрю на них, на всех, это вот у меня искреннее счастье. Я, наверное, таким счастливым человеком, наверное, за всю свою жизнь никогда не была. То есть когда полное. Всегда, понятно, есть моменты, когда ты счастлив. А вот когда полное ощущение полного счастья, то есть это сейчас. Принято считать, что сердце человека с его кулачок. Сердце? Да. Но вот душа человеческая может безгранично быть наполнена любовью и добротой. Как у нашей прекрасной мамы Марты, мамы четверых детей. И вот знаете, после таких встреч особенно хочется верить, что и для других, пока еще государственных деток, обязательно найдутся мама и папа. И судьба преподнесет им сказочный подарок. Солнышко смеется ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. И Дариночка смеется ха-ха-ха-ха-ха-ха она смеется, да? Вот как здорово-то у нас все. Вот она, Дарина, наша девочка. А где Дарина? Где Дариночка? Вот она, Дарина. Любит на себя любоваться в зеркале. Как и положено, утро начинается с гимнастики. И маленькая Дарина с удовольствием выполняет все упражнения. Конечно, вместе с воспитателем. Ведь для малышей, которые живут в этом добром, светлом доме, главные, да и родные люди – это воспитатели, нянечки. Вот и Дарина появилась в этом доме ребенка, когда ее настоящие родные отказались от нее. Она была маленькой. Она была худенькой, хрупкой, беззащитной. И то, что мы сейчас видим, это, конечно, не только заслуга, как бы, Дарины, да, но и работа огромного коллектива. Все те люди, которые ее окружают своей любовью, заботой и вниманием. И Дарина на шаг за шагом начала развиваться. Она у нас любитель жизни. Она держится за жизнь. Она борется за жизнь. Да, то есть она пусть маленькими шагами, но идет вперед. Деток, как Дарина, называют солнечными. И не случайно. Подрастая, они дарят окружающим тепло и улыбки, уверенные, что мир создан для светлых людей. И что все в нем рады друг другу. Такой вырастет и Дарина. Вот только бы хотелось, чтобы она росла с мамой и папой. А пока она здесь, маленькая принцесса. Весь день Дарины наполнен разными интересными и очень важными для развития ребенка занятиями. Массаж, закаливание, упражнения на развитие внимания, на развитие речи и, конечно, прогулки, во время которых малышка познает окружающий мир. Дарина у нас, несмотря на то, что ей всего лишь 8 месяцев, спокойный ребенок. Она очень наблюдательная. И по натуре, скажем, она больше созидатель. И если ей что-то не нравится, в силу того, что она еще маленькая, внимание кратковременное, она либо отворачивается, либо в таком варианте она засыпает. Снятся ли Дарине сны? Наверное. Снятся добрые мамины и папины руки, которых она не знала. И так хочется, чтобы заботливые и любящие родители появились у девочки Дарины. Ребенок – это как дерево или как цветок. Мы же, когда сажаем дерево или сажаем цветок в горшке, мы же трудимся над ним. Мы любим его, ухаживаем, поливаем, удобряем. Вот все то же самое нужно сделать с ребенком. То есть ребенку нужно наше внимание, тепло и забота. И тогда он начинает расцветать. И тогда он начинает распускать свои лепесточки и радовать нашими успехами. Имя Дарина означает «Дар», «Добрый подарок». И эта девочка действительно станет добрым подарком для тех, кто ее возьмет в свою семью. Позже судьба обязательно преподнесет Дарине такой подарок. Вот с таким пожеланием мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу «Право на маму». Всего самого доброго. До свидания. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.